дорогие друзья всем привет на канале сергея матвеева я нахожусь на границе россии абхазия приехал вот посмотреть как дела как обстановка тут один рыбак самый стойкий остался быстрите вид на гагры хорошая видимость выпал снег в горах посмотрите сейчас я собираюсь пойти по набережной думая дойти до адресского порта друзья поэтому желаю всем прекрасного настроения приятного просмотра у нас плюс 7 плюс 8 очень холодно народу нет практически все туристы сидят дома в теплых кроватках но я вышел так сказать на тренировочку я планирую искупаться поэтому я вам покажу что происходит в сириусе в межсезонье в сочи сейчас самое в межсезонье получается идёт смотрите какая погода ветер сильно холодно в межсезонье специально сюда доехал что он шел в спину и мы двигаемся сегодня пешочком друзья у нас замечается длинный ролик я думаю на час примерно потому что я пешком обычно велосипедия посыкают расстояние сколько двадцать но сегодня я пешочком напишите как у вас дела как настроение как погода наверно замерзли там откуда меня смотрите когда вы едете напишите мне будет интересно так посмотрим последний раз вот так посмотрим последний раз втором лархазии и посмотрим сейчас чем живет набережная что здесь происходит в такую погоду я думаю будет мало туристов так что там живет набережная Вчера я был в горах, друзья, поднимался на Альпику, там было очень холодно, так вот тут объявление о том, что с октября по июль пляж закрыт на 7 сезон. В общем, был вчера, друзья, на Альпике поднимался на высоту 2250 метров, снял ролики оттуда интересные, как я спускался на открытой кабинке с высоты 2250 метров, посмотрите на моем канале, очень интересно, также там снял несколько роликов и скоро их опубликую. Так, двигаемся у нас кардио сейчас, я хочу сейчас разогреться и окунуться, вот сегодня купание реально будет уже, ну, такое суровое, мне надо будет выйти из зоны комфорта. И это можно сделать, можно искупаться, но надо сильно разогреться, в нем знание, что идешь и прям горячо, хочется окунуться. Так что вот такие дела, друзья, ждем сейчас зимний сезон с 1 января, сейчас, ну, сейчас самое межсезонье, представьте, середина декабря, обычно в это время тут вообще нет людей. А в этом году, ну, после карантина, после СВО, и в это время есть люди. Так, вот у нас, значит, справа город отель «Бархатные сезоны», фонтан мира, слева тут пляж отеля «Бархатные сезоны». И двигаемся, друзья, двигаемся в сторону Сочи, в сторону Олимпийского парка, в сторону спортивного Сириуса парка, в сторону Мандарина, Адлера. У меня, если что, зонтик, так что нам ничего не должно помешать. Смотрите, тут справа новую дорожку положили, отсюда убрали лавочки, тут стояли лавочки, навесы, странно почему. Интересно, тут делают дополнительную дорожку, что ли, что это такое, интересно. Так, и мы пойдем по отбойнику, друзья. Слева у нас тут пляж «Тель Абридж Резорт», сейчас все пляжи практически закрыты, есть несколько северных пляжей. Тут в Сириусе это пляж «Богатырь» и «Сочи Парк», и мы сегодня будем мимо них проходить. Так что, друзья, давайте рассказывайте, что у вас там нового, что интересного. Мне интересно будет почитать. Я тут показываю все, рассказываю про Сочи, стараюсь максимально объективно все показывать параллельно. И Адлер, и Сочи, и Красную Поляну. Вы напишите, как у меня получается или нет, если знакомы с моим творчеством. Так, вот спуск на пляж «Тель Абридж Резорт». Сейчас. Спрыгну. Я очень ловкий, друзья. Потому что я много двигаюсь, как вы заметили. И считаю это залогом, так сказать, хорошего самочувствия. У меня были периоды, когда я, знаете, очень много сидел, допустим, там лежал дома. А когда я выходил в эти периоды, да, знаете, час погуляешь, и тебе это хорошо становится. Ну и, конечно, я изучил вопрос о том, что наше тело создано для движения. И, конечно, если вы будете использовать его не по назначению, сидеть, то оно будет там, ну не знаю, болеть. Потому что оно создано двигаться. Ну и вообще вся реальность, да, в которой мы живем, она движется. Нет ничего статичного, нет ничего, что замерло бы. Даже горы двигаются. И в процессе там тысячелетия они изменяют свой ландшафт. То есть нет ничего статичного. Не измены, только перемены. И поэтому мы вот бежим, движемся. Какой смысл жизни у людей? Вот мы бежим на перегонки с бесконечной вселенной. Мне очень нравится эта формулировка. Можете написать про свой смысл жизни, мне будет интересно почитать. Скажите, в чем у вас смысл жизни? У кого-то в детях, в семье. У кого-то просто жить, получать опыт. Это тоже интересно. Мне кажется, смысл жизни это такая тема, которая может изменяться в процессе получения опыта и развития личности. И смысл жизни тоже может изменяться. Когда-то моим смыслом жизни было улучшение своей фигуры. То есть я ходил, тренировался. У меня был там комплекс. И вот я был фанатиком. И я достиг своего смысла жизни. Я смог подкачаться. Был такой период в Москве, когда я только приехал. И представьте, лет 6-7 я занимался тренажерным залом. Последил за питанием. Набрал массу. И спустя 6-7 лет я понял, что мне это больше не интересно. То есть мне не интересно быть каким-то большим. Мне интересно развивать свои мышцы. Не только в плане силы, объема. А и в плане выносливости, гибкости. То есть пришли уже другие осознания и смыслы, с которыми я начал работать. И вот так я изменялся, как личность. И сейчас я здесь, в этой точке. И представьте, да, кем я был когда-то. Кем вы были там 15 лет назад. Мне кажется, сейчас, ну практически, это уже другая личность. Очень много изменилось. И то, что нас волновало раньше, там 10 лет назад, нас сейчас вообще не интересует. Это очень интересно. И надо это понимать, что то, что сейчас для вас важно, через некоторое время уже может стать неважным. Это очень интересно, потому что мне там всего 35 лет, да. И я не считаю, что я там все знаю, все понял. Я считаю, что я ничего не знаю еще и очень мало чего понял. И мне вот нужно разобраться с этим вопросом. Что происходит? В чем смысл жизни? Куда мы все идем? Почему мы, ну мы такие, какие есть? Почему нам дали сознание? Зачем нам сознание? Понимаете, сознание нас отделяет так же друг от друга и от природы. Ну, как нам кажется, что у животных же нет сознания, они живут в настоящем моменте, на инстинктах. Так, в общем, вот такие вопросы меня интересуют. Если вас интересуют, друзья, тоже напишите, мне будет интересно почитать. Там такие вопросы, как сделать мир лучше, да. Чтобы такого сделать полезного для мира. И жизнь идет, да, и ты думаешь, ну у тебя появляется вопрос, на который якобы многие могут дать ответы. Там религия, да, разные там направления религий. Сколько их есть? Очень много там битв, христианство. Даже христианство разделено на несколько религий. Там баптисты, пятидесятники. Представьте, Библия одна, и сколько из нее течений вышло. И каждое течение утверждает, что оно право. И я считаю, что они все либо ошибаются, либо все правы. То есть, каждый получает по вере вашей, да будет вам. То есть, каждый получает то, во что верить. То есть, каждая религия может работать, если у вас достаточно веры. Но мне кажется, так же это все может работать и без религий. То есть, сила не в религии, а сила в самом человеке и в вере. То есть, в вере во что? В то, что вы сможете. В то, что вы хотите. То есть, я думаю, что вы все знаете. У всех, наверное, такое было, что вы что-то хотели и получали это. И вы понимали, что вы это искренне хотели от души. Ну, вы не понимали, как это получить, но это происходило. Такие интересные, волшебные ситуации. Мне кажется, знаете, они были в жизни каждого человека. Конечно, есть такие, у кого чудеса не происходят. И думают, такие люди, что чудес нет. Мне жалко таких людей, которые не понимают, что то, что мы живем, это и есть чудо. У вас есть глаза, руки, ноги. Это уже очень много. Очень много. Для того, чтобы все изменить. Надо это осознать. Чудо то, что вы, ну, представьте, видите этот прекрасный мир. Можете пробовать вкусную еду. Это чудо. Вы можете чувствовать. Представьте. И плюс еще у вас есть сознание. То есть, вы с помощью сознания можете определить, что хорошо, что плохо, что мудро, что глупо. То есть, это очень интересная такая игра. Да, вот жизнь. Но какой смысл в этом? В этой игре. То есть, просто играть красиво. Вот такие мысли, друзья. И по поводу религии, да, по поводу ада и рая. Я считаю, что это все здесь на земле находится. А ты рай, это состояние разума. Состояние ума. Состояние вашего сознания. То есть, вы можете здесь, на земле, находиться как в аду, так и в раю. Все зависит от того, что наполняет вас, ваши мысли, ваши чувства. И я считаю, что это так. Ну, это моя версия, опять же, субъективное мнение. Потому что у меня были периоды сильнейшей депрессии, знаете. Когда ничего не хотелось сделать. Может быть, даже, там, знаете, суцидиальные мысли были о том, что я не понимаю, что происходит, зачем жить, в чем смысл жизни. То есть, ну, разные, знаете, состояния. Бывает наоборот, да? Ну, если ты начинаешь работать, если ты начинаешь понимать, что тебе надо делать. У тебя появляются желания. Ты действуешь. У тебя может появиться вкус к жизни, интерес, какое-то вдохновение. Ты его ищешь, находишь. И ты понимаешь, что ты можешь управлять этим процессом. Процессом своего мира ощущения. И я называю это мудростью, когда ты начинаешь это понимать и этим управлять. Конечно, я считаю, что мне надо этому учиться еще очень много, но я считаю, что я уже что-то делаю до этого. Я не эксперт, друзья. Мне кажется, я не являюсь экспертом ни в одной области. Я ученик, я учусь. Когда я стану экспертом, я думаю, я вам сообщу. Поэтому я нахожусь в процессе обучения жизни. И я рад, мне кажется, 35 лет это очень мало еще для того, чтобы уже понимать жизнь. Мне кажется, надо 350 лет где-то. Там 3,5 тысячи, чтобы уже начать разбираться, реально собрать пазл. Потому что мы как будто все смотрим на картину, но все работаем с разными ее кусочками. И мы проходим пляж Рейдисон, друзья. Потому что я встречаю людей, своих друзей. У нас разное мнение по ситуации. Я понимаю, что мы находимся в разном информационном поле. Понимаете, о чем я говорю? То есть, я считаю, что личность и вас. Вот вы сейчас смотрите меня. Вас формирует, вашу личность, информация. Какая информация вас окружает. Что вы смотрите, что вы читаете. С кем вы общаетесь. Вот это и есть вы. И вот эта информация, она формирует вас. То есть, чтобы изменить свое внутреннее состояние, наполнение мыслей. То есть, вам нужно изменить информацию. Изменяете информацию, изменяется структура реальности. Но, соответственно, нужно время. И, опять же, это все мои субъективные выводы. Я понимаю, что я могу ошибаться. Что это мой личный опыт. А у других людей он мог проходить как-то по-другому. У них другие выводы. То есть, у нас наши убеждения могут различаться. И это нормально. Мы увидели картину с разных сторон. Ну, картину жизни, да. Он получил опыт один, я другой. И мы с ним встретились и обсуждаем эту тему. И он прав, и я прав. На самом деле. Потому что он опирается на свой опыт, а я на свой. Но, не значит, что так будет всегда. То есть, в следующий раз у тебя может быть друг по-другому. Там на 180 градусов. Измениться, да, опыт. Так, мы идем вдоль пляжей, друзья. Немножко тут у нас туристов ходит. В общем, интересная штука, жизнь. И хочется разобраться в том, что происходит. Меня не устраивает ни одна из версий. Я изучил очень много версий нашей реальности. И квантовую теорию, и струнную. И теория отражения. Ну, что окружающий нас мир, это наше отражение. И через изменение внутреннего мира можно изменять внешний. Ну, очень много версий. Религиозная версия про Атырай, мне кажется, вообще абсурдной. Что есть Бог, который якобы будет нас судить. Мне кажется, это вообще нелогично. Мне кажется, добро и зло, свет и тьма необходимы для интереса. Смерть. Ну, то есть, вот эта вся дуальность. Это необходимо для того, чтобы было интересно играть, жить. В общем, я думаю, все не просто так. Я не знаю, для чего это все. Но я рад, что мы здесь, в этой реальности, да. В этой вселенной находимся. Мы живем. Мы участники этого процесса. А возможно, мы и создатели этого процесса. Мы люди, которые наделены сознанием. Может, мы какие-то космические путешественники, которые тут на этой земле играют. Вот интересно. Очень много версий. Самое интересное, что версий много. Много кто утверждает, что он прав. Но от этого у них там нет никаких привилегий. Ну, вот, допустим, взять религию. Сейчас вы видите последствия шторма. Допустим, взять религию. Да, вот. Допустим, просто православие, христианство. Так, откапывают. Смотрите тут. А, тут дорожку не откапывают. Вот, допустим, давайте пример вам приведу. Возьмем христианство. В Библии написано, что якобы, если вы будете верить в Бога, то вам будет дан Святой Дух. И вы там, если будет вера, хотя бы с горчичное зерно у вас, так написано в Библии, скажете горе отойти, она отойдет. Ну, и многие другие дивиденды, что вас будут защищать ангелы. Дьявол вам ничего не сможет сделать. Так написано в Библии. Но посмотрите, как много верующих людей, которые бедные, у них там плохое здоровье, все плохо, они просят милости у него. И тогда я задаюсь вопросом, а где же все обещанное? Вам же вы пообещали, что вы будете там горы двигать. И, ну, я общаюсь с такими людьми, да, они говорят, там, веры мало. Ну, много, в общем, отмазок. Я говорю, ну, просто, понимаете, это не работает. Тогда, раз вы не можете это доказать. Вот в обратную сторону хорошо работает о том, что дьявол вокруг, там, сатана, который нам мешает, мы должны там прощать врагов, мы должны там терпеть. Вот это все ты должен делать, и это ты можешь делать. А когда ходит дело до применения силы, которую нам обещает религия, так она вся куда-то начинает пропадать, когда она необходима. Но, опять же, это мое субъективное мнение. Но эти люди верят, несмотря ни на что. Я, в принципе, не против ничего. Я допускаю любое развитие событий. Даже то, что и есть бог, дьявол, есть сад, рай, но это очень минимально. Это 0,00 какой-то процент. Я могу допустить. Потому что наша реальность, мне кажется, тут все может быть. Вот реальность. Так, смотрите, мы подходим, уже идем вдоль пляжа Сочи-парк. И здесь зимний пляж. Вот они готовят. Тут льют дорожку. И, в общем, интересно, все интересно, друзья, по поводу религии, по поводу такого факта. Вот я тоже объясняю, знаете, у меня мама верит в Бога. Я объясняю. Ну, смотри, допустим, я бы или ты родилась бы в мусульманской стране, и тебя учили бы с детства ислам. И ты бы вырос, и ты бы верил в ислам. И мы бы думали, что ислам истинная религия, а православие там, ну, другое, ложное. То есть, как вот этот момент обыграть? То есть, мы же не выбираем, где родиться какой религии, но утверждаем, что она верна. Также в одном месте, если ты родился, для них это хорошо, а в другом месте родился, это плохо. В общем, интересно, почему мы рождаемся там, где рождаемся, получаем тот опыт, который получаем. Так, двигаемся, друзья. Я так уже подразогрелся. Хорошо, тепло мне стало. Выговорился. Скажите, что думаете по этому поводу? Мне кажется, на самом деле ни у кого нет вопроса и ответа на вопрос, что мы тут делали, что происходит, для чего это все. В чем смысл жизни? Не в том же, чтобы... Хотя, может быть, и в том, чтобы заливать вот эти новые дорожки. Чтобы я шел и снимал влог. Влог. Представьте, у каждого человека своя жизненная история. Каждый находит для себя смысл жизни, у всех он различается. нет единого. Но есть что-то единое, типа семьи, детей, да? Многие уходят в эту область и вообще не заморачиваются. Я думаю, это тоже прекрасно. Это прекрасный духовный опыт создания семьи. Но мне кажется, это такая ответственность, что мне кажется, что я сейчас в данный момент не готов. Так, вот мы идем, друзья. Подходим к пляжу отеля Богатырь. Тут активно идет работа. Делают дорожку. Тут бар делают. Вот видите, там ребята работают. Это пляж отеля Богатыри. Здесь все смыло во время шторма века. И вот они здесь все это по новой делают. Справа строят отель Монтерра. Слушайте, распогодилось. Я вообще думал, будет дождь. и небольшой дождик и есть. Но хорошая погода. Можно было и на велосипеде помчать. сих, и здесь, и вот и на велосипеде. Двигаемся, сейчас будем подходить к пляжу Розахута, Рэдисон, дальше будет спортивный Северус-2. И дальше дойдем до Меретинки, до борта. И там посмотрим последствия шторма, где разрушила набережную, посмотрим, пойдется где-то ухода по восстановлению, и потом я пойду в самую демократичную, вкусную столовую, которую я вам уже показывал. Может, отойдем опять до нее. Борюшка сегодня немного волнуется. Хорошо, что я купил себе в зимние ботинки. У меня ноги в тепле теперь. Справа у нас начинаются Олимпийские объекты, и вот стадион фишт, белый перед вами. Олимпийские объекты. начинается обычно много рыбаков сегодня никого нет наверно ветер поплавка не видно за этого уменьшаются прям видно невыраженным взглядом представьте вот эти троп-коды были под галькой там был пляж пляж был в два раза примерно больше когда я приехал 6 лет назад а до того как я приехал в три раза в путине и представьте он укорачивается интересно что будет прогнозирую что через 10 лет если гальку не подстыдят пляж пляж и пляж море видите подбирается пляж но я думаю когда тут уже критичная ситуация начнется когда власть текущие узнают они просто в порядок доведутся и сыпят а может и порцию и все потому что это такое наследие я думаю уже нет и 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 Межсезония, друзья. Я вот думаю, надо было, наверное, мне уже микрофон брать. Вам, наверное, там задувает. Посмотрите, что творится с пляжем. Больше такого куда-нибудь не было. Что это такое? Какие-то тряпки. Посмотрите, что-то. Я когда приезжал 6 лет назад, я вам сейчас покажу. Вот, вы можете в архивах тоже посмотреть. Тут был пляж, где вот эта надпись Рейдис. Тут был пляж. Вот, вы думаете, сейчас в каком-то в 17-м году или в 16-м веке. Тут был пляж еще. А за этой надписью был еще пляж Курорда Эмеретинский. Может, кто-то помнит, кто-то отдыхал здесь. Напишите. После последнего шторма века, смотрите, что тут произошло. Именно на этом участке. То есть, видите, они как-то сделали набережную. Что вот тут идет такой поворот. И тут, в общем, все это смывают. В общем, они тут как-то хотят это все дело восстановить. Видите, просто восстанавливают. Положат плитку по новой. Представьте, произойдет финансирование. Потому что, ну, знаете, почему волна сюда заходит? Потому что волну должна была гасить песчано-галечная смесь. Вот, вы вдумайтесь, представьте, гальку и волна. Волна идет по гальке, и она просто вниз ее тушит. Галька. А когда волна идет просто по морю, ее нечем тушить. Она ударяет в набережную. Нечем тушить, куда она будет. Куда волне деться. И она идет сюда. Вот она идет, идет, идет. И туда. Или возвращается обратно. И вот такой процесс получается разрушительный. А когда тут была песчано-галечная смесь, и пляжи по 40 метров. Представьте, волна идет и тушится в гальку. В общем, сейчас такого эффекта нет. Тушение волны. Зато есть вот такие последствия. Из-за того, что нет гальки. И представьте, сколько они потратят денег. И это будет каждый год продолжаться. Если гальку не завезут, не насыпят. Так, справа у нас спортивный Сириус Парк. В котором нет ни одного человека. Это редкое явление очень. Все-таки межсезонье началось. Этому парку два года. Представьте, раньше здесь просто был пустырь. Просто был пустырь. И ничего не было. Просто поле. Но смотрите. Смотрите, они построили этот парк, да? Но море подбирается. Вот еще прикол. То есть море подбирается постепенно. И если они тут не сделают укрепление, то его не будет, этого парка. Его просто смоют. Ну, в один из штормов спустя там пять лет. Вот я сейчас, видите, иду по бордюру. Его же не было тут. Тут была такая же прорезиненная дорожка, как на пляж Узо-Хутор, по которой мы шли. И его поставили из-за того, что ушли пляжи. Насыпали вот эти камни. И смотрите, что волна сделала. Она просто раскидала вот тут камни все. И вот сюда упала. На последнем шторме века. Ну, потому что волне надо же куда-то идти. Гальки нет, чтобы ее погасить. И вот она идет сюда. Так, двигаемся. У нас впереди порт, друзья. Адверский. Ну, из-за которого, якобы, вот эти все проблемы с пляжами. Из-за того, что, я уже говорил несколько раз, скажу еще раз. Из-за того, что за портом река Мзымта. С Мзымта, с ущелья, с каньонов, там, в горах, несется скальная порода, песячная гаечная смесь. И поступает в эту сторону и двигается до Абхазии вдоль реки Псоу. Вот тут такая была река из камня. Порт построили к Олимпиаде для постройки Олимпийских объектов. Для поставки сюда грузов. И по спецдороге, там была спецдорога. Я показывал, где пляж Тучуфорния. Поставляли их, да, вот сюда, к объектам и тут строились. И вот после Олимпиады его не снесли, не уменьшили. Решили оставить. И теперь вот такие последствия. Ну что, вот здесь тоже. Вот посмотрите фото вот этого места в 2014 году, 2015, когда была Олимпиада. Здесь были пляжи по 40 метров в ту сторону. Поставили лежаки. И здесь, где я иду, была просто прорезиненная. Прорезиненный поребрик, как на Розе Хутора. А сейчас поставили вот такой бетонный отбойник. Волноотбойник. И представьте, он, ну, портит. Но если его не поставить, этот отбойник, тут все будет в воде после шторма. То есть гальки нет, гальку смыла, новая не поступила из-за порта. Тут все, вот видите, тут разрушалось, по-моему, год или два года назад вот тут набережную. Ее подмывает из-под низа. Вот эти тетраподы, посмотрите, они были под галькой. И сейчас гальку смыла. А тут, видите, там вниз, то есть уходит это все и там подмывает под набережную. То есть, представьте, подмывает, она может просто руснуть, как вот тот кусок, к которому сейчас подходим. Так, рыбаки здесь и в порту, наверное, там волны нет. Поплавок видно. Вот, смотрите, тут должна быть вот такая галька на 30-40 метров. Вот, тут, видите, гальки нет. Просто море подмывает, вымывает то, что вот... Под набережную, и набережная падает, и это вообще никакой защиты. Это только еще хуже, в общем, делает. Тут, видите, дырочки, тут должна быть система. Вот эти дырочки, они были пустые, там пустоты были. И тут должно быть все, ну, то есть, вода должна была заходить в эти дырочки, вот как волна, представьте. Несется волна, да. Но они почему-то, ну, и переделали это. Вот несется волна, и она должна была гаситься. Вот представьте, она должна в эти дырочки падать и стекать туда, в море обратно. Вот так сверху вниз. То есть, вот так хотели сделать, погасить. Но почему-то они приняли решение, ну, изменить это все. И залили их просто бетоном, представляете. То есть, тут должна быть реально серьезная конструкция быть, гашение волны. Вот, сейчас я вам покажу. То есть, смотрите, представьте, что тут нет бетона в этой дырке. Вода туда падает, и вот отсюда там трубы есть. Она стекает в море. То есть, должна быть какая-то вот такая система тут. Ну, почему-то просто позаливали это бетоном, эти дырки. Представьте, зачем это такой труд. Это все они сделали. Представьте, сколько это денег стоит. И просто все залили дырками. А знаете почему? Потому что строители, знаете, что сделали. Видите, вот тут они должны были оставить для воды, чтобы она сливалась вниз. И они закатали ее вот этим бахтюром, видите. То есть, это очень странно. Кто это контролировал? Почему так произошло? И кто за это отвечает? Это же огромные деньги. То есть, тут должна была быть система тушения волны. Представляете? А так как она не работает, здесь набережная разрушается. И кто это делал? Почему не сделали систему тушения? Вот такие вопросы, друзья, возникают. Здесь тоже были пляжи галечные. Вот отсюда должны были люди выходить и тут купаться. И все бы было так. Тут были бы пляжи. Смотрите, тут тоже должна быть эта система. Представьте, сколько денег они взяли, чтобы эту систему сделать. И смотрите, они всю ее уничтожили. Они просто залили все эти дырки. И тут немного есть система тушения. То есть, тут, если волна идет, смотрите, она бьется об камни и через низ стекает. Через низ. Но эти камни, они не такие эффективные, как песчано-галечная смесь. Так, идем тут по меритинке. Вот такие, друзья, дела. Напишите, что думаете по этому поводу. Будет интересно почитать. Хорошая у нас состоялась прогулочка. То, что доктор прописал. Давайте тоже, друзья, прогуляйтесь. Сегодня хорошо от души. Вот, смотрите, по всей. То есть, представьте, они делали вот такие, как эта фигура называется, вот такие крестообразную фигуру. В ней делали дырку, вставляли туда резинку. Вы представьте, насколько это затратно, энергии, сколько надо, чтобы это сделать. А потом просто залили все бетоном. Вы просто вдумайтесь. Это же тоже деньги нужны, чтобы это все залить бетоном. Может, это такая система отмыва денег в государстве. Вот, смотрите. То есть, тут вот должна стекать вода в трубу и туда вниз утекать. Должен быть сток сделан. Тогда бы, если бы эта система работала, я думаю, что не было бы никаких разрушений. Гораздо легче им было вот эту систему создать, камни убрать и все. И следить за этой системой. То есть, не ликвидировать последствия шторма, как вот тут поломало дорогу. Вот, видите, спуск. Вдумайтесь. Вдумайтесь. Вот тут жили люди. Покупали жилье. Им обещали, что тут будет пляж. Тут была лестница. Не было этого отбойника. Были прекрасные пляжи галечные. И тут раз. Все меняется. Накидывают камни. Ставят тут этот отбойник. Говорят, что порт этот не простоит дольше 10 лет. Потому что там тоже идут процессы подмывочные. Что там аквалангисты, которые ныряли, проверяли состояние борта. Вот этих свай. Что там, ну, типа, идет процесс деформации. Ну, и вот тут тоже, вы уже, наверное, знаете, были камни накиданы. Вот. И куда они делись? Вы просто представьте, нет камней вот таких. Они столько, весят тонну. Куда эти камни делись, которые весят по тонне? Представьте, их море забрало. И вот тут где-то каньон глубокий, метров 500-600. И туда, в каньон этот, наверное, и смыло. А тут должна была быть вот такая галечка. Приятная такая хорошая галечка. Смотрите. Это вот после последнего шторма. Я живу сколько, 6 лет, 7. Никогда я не видел, чтобы было что-то подобное. Чтобы был такой промежуток. Тут всегда было накидано камни. И вы представьте, что будет, если сейчас опять начнется шторм. А тут нет камней. И все пойдет туда. И реально тут затопит. И меретинг уже получается. Тут, смотрите, вот тоже волной все размыло. Тут было еще дело, чтобы было пол-дороги. Стояло. Но вот после последнего шторма полностью ликвидировало. Тут все смыло. Ну, посмотрим, друзья, что будет. Подписывайтесь. Время покажет. Продолжаем наше путешествие, друзья. По Сириусу. Как вам, друзья? Ролик, как информация? Напишите свое мнение. Мне будет интересно почитать. Двигаемся до порта. Я думаю, в Порт-Уру. Можно завершить. Или можно доехать до пляжа Суча-Форния. А там потом пойти вообще на Мандарин. И до конца Адлерской набережной. Идем у нас слева порт. Тут рыбаки сети посыпали. Вот это рыбаки. Это не то, что те, которые на лодках плавают. У этих рыбаков подход немножко другой. Во-первых, они закрыли себя. Обезопасили портом. А во-вторых, они вообще тут разводят, я так понимаю, рыбу. Это, наверное, прибыльно. Раз они этим занимаются. Справа Рэдисон. Мое первое место работы, когда я приехал. Проработал тут сезон спасателя. Мне очень понравилось. Корпоративное обучение. Вообще все. Все было супер. Я тут внутри знаю, как все устроено. Я тут приходил, прижал на обед, допустим. на бассейнах сидел в отдел кадров приходил вот сюда. И корпоративное учение у меня обучение проходило тут с психологами. Они рассказывали про эту компанию Рэдисон. В общем, интересно. Я советую. В плане соцподдержки мне показалось, они молодцы в Рэдисоне. кормят, жилье предоставляют, рассказывают какие-то интересные вещи. Так, и мы заходим в порт, друзья. Сейчас будем двигаться по порту. Я хочу поставить телефон на зарядку, потому что у меня разряжается повербанк. Смотрите, сейчас вам кое-что интересное покажу. Интересно, кто тут всем управляет, потому что смотрите, все тут сносят в порту. То есть какое-то поступило распоряжение, как я понимаю. И смотрите, как мало используется порта. Ну, вы видели весь порт. Мы с вами заходили в него. И вот мы продолжаем по нему идти. То есть, посмотрите, он был создан для грузовых танкеров, барж. Они сюда заходили и разгружались. А теперь просто тут стоит як-20 и все. То есть, его можно реально уменьшить как-то или перенести. Справа отель Меретинский, бывший. И сейчас он входит в группу Сириус. Называется Сириус Альфа. Так, я говорил, все рыбаки в порту. И вот они здесь. Смотрите на них. Я думаю, друзья, знаете, что нам надо сделать сейчас? Доехать до пляжа Сочи-Форния. Это будет конец Сириуса. И получается, что мы весь Сириус посмотрим. А на пляже Сочи-Форния я покажу вам. Погуляем там. Покажу вам интересную локацию под портом. То есть, мы сейчас окажемся, знаете где? Вот на той стороне за вот этой синий за вот этим синим забором. пью тут родниковую воду. Вчера набрал ее на уроке Красная Поляна. Там есть родник. Посмотрите ролик, я там рассказываю где родник, стропа, здоровье. и пока не ветер, не помеха. Смотрите, не болит. Воробушков много летает. Поедем до Сочи-Форнии. Столовая до трех там работает, до бед. Я еще не сильно есть хочу. как раз доедем. Посмотрим пляжик. Так, сейчас поедем, друзья, на самокате. так что держитесь покрепче. Так, самокаты дорогие. Напишите, почему у вас тут 7 рублей 69 копеек в минуту. Так, включается. Странно. Они что, мне со страховкой что ли сделал? Включился. двигаемся. так, двигаемся. У нас справа отель бывший Меретинский Ресириус Альфа. Слева слева у нас порт. Так, а тут у нас какой-то ремонт дороги. Мы тут сможем проехать? Да, сможем. Вчера просто не смогли, я тут ругался. вот смотрите, тут была спецдорога. спецдорога. Вот здесь видите, где плитка положена. вот мы сейчас едем, здесь была спецдорога, здесь плиты лежали 7 лет. И вот в этом году они решили тут положить плитку и сделать какую-то развитую инфраструктуру. спортивные детские площадки, лавочки, клумбы. Посмотрите, видите, слева вот эти деревья, здесь заканчивался пляж. Видите, и тут был пляж метров 30-40 песчаногалечный. И вот остались деревья, как напоминание, где заканчивался пляж. И сейчас мы зайдем в пляж Сочифорня, вы посмотрите, куда теперь отодвинули. воду и пляж. Есть? Так, вот тут везде была спецдорога, если кто знает, напишите, подтвердите, так сказать. Так, и мы подъехали, сейчас тут буду все вам показывать, рассказывать. Смотрите, тут какая-то инспекция приехала, они тут собираются. Ничего себе, как интересно. Сейчас я завершаем, у нас на 23 рубля. Вышла поездочка. Так, смотрите, что тут делают. Представьте, в 7 лет здесь был очень неудобный, максимально узкий вот этот переход. и здесь я не понимал, почему они не делают. Представьте, я тут ездил на велосипеде, представьте, тут должны ехать машины, две полосы, люди, и представьте, весь трафик идет с Олимпийского парка, и он сюда заходит, и с Мандарина, и вот тут, вот в этой точке очень неудобно было. и в этом году, представьте, буквально месяца три назад они взяли за всю эту систему, сделали вот эту набережную, точнее, набережную, вот этот тротуар, велодорожку, и сейчас вот это все свяжут. Свяжут, и вот тут делают пешеходный мост. Для людей здесь они делают набережную вдоль реки Мзымта, и представьте, они делают тут какой-то рисунок, граффити, то есть подошли, видите, как с умом. В ту сторону идет улица Цветочная, и там уже мост через реку Мзымта, который ведет из Адлера в Сириус. Вы знаете, я думаю. Вот трубу кинули. Сегодня прям тут так много людей. собор ставят. В общем, интересно. Пойдемте, сейчас покажу вам еще кое-что интересное, и уже поеду кушать. тут тут что-то буду делать, видите, заливать, я так понимаю. Вот эта территория и пляж Сучи-Форния. Сейчас вдумайтесь, вот то, что я вам сейчас покажу, это было в воде, порт был в воде, там, куда мы сейчас пойдем, и так как ПГС, пища-ногаличная смесь, не может двигаться в сторону Эмеретинки и не может двигаться в сторону Абхазии, она тут сформировала пляж, представляете, и порт, эта территория порта сдал эту территорию людям, которые сейчас арендуют это место и построили здесь пляж. Пляж сформировался, мне кажется, тут этот пляж сформировался благодаря порту, если я все правильно понял. И вот тут намыло ПГС, а это все должно было идти на Эмеретинку, если я все правильно понял. и вот перед вами друзья пляж Сучифорния, что как-то темное сделал. На той стороне уже Адлер и пляж Мандарин. И пойдем, я вам покажу Обещал, значит покажу. Сейчас только спущусь, аккуратненько. Сальто небольшое сделали. сегодня удача на моей стороне. Смотрите, там ребята восстанавливают бассейн, 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 а мы пойдем. Вот тут представьте, все было в воде. галька не может двигаться в ту сторону. Смотрите, тут намыло. То есть, тут как-то все больше и больше становится пляж. вся галичная смесь должна двигаться. Смотрите, порт закрыл, перегородил. И вот я сейчас сюда захожу, и вот я знаете, что осознаю сейчас? что тут просто поднимается. Ну, знаешь, эффект опускания потолка. Вот я вот сейчас вам говорю на полном серьезе, что здесь вот от этой надписи было вниз ну и метр точно. А вот такие пляжи должны быть в Амеретинке. То есть, скоро здесь все будет в песке, представляете? То есть, все это засыпет. очень интересно, друзья. Тут в этой локации снимают фильмы, клипы. Сериалы приезжают снимать. Интересное место. Я тут жил рядом в том году. Часто тут приходил купаться. Если будете, приходите в Сочи, приходите сюда, пофотографируйтесь. В общем, представьте, здесь прям очень много вот этого песка, гальки. А это все было по воде. То есть, тут камазы, тонны, песка, гальки. камазы, прям, вот я ощущаю, знаете, не был тут где-то, может, недели три месяца, я прям вижу, как много стало здесь гальки и песка. Раньше вода была, ну, где-то тут уже, вот тут она была, представьте. То есть, отдаляется в ту сторону. Да, интересно. Вот отсюда им надо брать и туда везти. Такой пляж становится, то есть, вы вдумайтесь, в Эмеретинке пляжи уменьшаются, а этот пляж увеличивается. Слушайте, так у них тут будет скоро шикарный пляж. Через лет пять в ту сторону. Так, друзья, я прощаюсь, поеду кушать, желаю всем удачи, подписывайтесь на все мои ресурсы, буду благодарен вам за поддержку, поставьте лайк, напишите комментарий, если совсем все понравилось, сможете поддержать меня донатом, я буду премного благодарен. На этом прощаюсь, желаю всем удачи, подписывайтесь на все мои ресурсы, до скорых новых интересных встреч, всем счастливо!